Полный запрет на импорт из России нефти и газа стал ответом Белого дома на военную операцию на Украине. Соответствующий указ подписал Джо Байден. Вместе с тем США запретили своим компаниям любые новые инвестиции в российский энергетический сектор. Конечно, есть определенная небольшая доля американского импорта по поводу российских углеводородов, но она не очень большая и фактически это смелое и отважное решение о запрете российских углеводородов выглядит как запрет, например, поставлять гамбургеры из московских макдонельцев. Репортажи американских телеканалов о росте цен на бензин в США сейчас чуть ли не главная тема эфиров. Новости возмущают местных жителей. Журналисты рассказывают, что будто бы люди согласны платить за топливо больше. Однако в соцсетях американцы пишут, что не знают ни одного человека, который бы так говорил. И добавляют, что никому не нужен дорогой бензин. Цены на топливо в Штатах продолжают расти. Во вторник стоимость бензина достигла исторического максимума, превысив 4 доллара 17 центов за галлон. То есть чуть меньше 4 литров обходится в 536 рублей в переводе на наши деньги. Это наша цена на бензин, которая незначительно выросла, но по сравнению с прошлой неделей цена была 3,59. Несколько дней назад это было 3,89. Сегодня она поднялась до 4,19. Сейчас страны ЕС потребляют около 500 миллионов тонн нефти. Из них почти треть идет из России. К этому можно добавить еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов. Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по Северному потоку-1 в связи с запретом в отношении Северного потока-2. Но не делает этого, несмотря на недружественные меры. Москва полностью исполняет свои обязательства по поставкам. Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Сплесц цен будет непредсказуемым. Более 300 долларов за баррель, если не больше. При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно. В Европе уже почувствовали обратный эффект антироссийских санкций. Цены на энергоносители бьют рекорд за рекордом. Так на днях биржевые торги по газу открылись с отметки в 2,5 тысячи долларов за тысячу кубов. И как снежный ком за пару часов цена стала заоблачной почти 4 тысячи. Сейчас около 55% поставок газа из России. Ни Нидерланды, ни Норвегия заменить их не способны, считают эксперты. При этом перенаправить российский сжиженный природный газ из Европы в Азию будет несложно. Этот газ изначально нацелен на поставки на азиатские рынки. И большую часть года он туда и идет. Кроме того, по данным Еврокомиссии, Россия на сегодня является крупнейшим экспортером сырой нефти в Евросоюз. А какой запасной выход есть у штатов? Мы поставляем в Соединенные Штаты до 25 миллионов баррелей нефти в месяц. Нефти и нефтепродукты. Конкретно нефть здесь занимает лишь треть. А это означает, что это объем, который легко перебросит на другие рынки. Спрос на него найдется. Это не проблема. Тем временем Минэнерго США повысила прогноз стоимости нефти марки Brent на 2022 год до 105 долларов 22 центов за баррель. Но окончательно цена будет зависеть как раз от того, как санкции в отношении России, а также независимые корпоративные действия повлияют на добычу нефти в нашей стране или продажу российской нефти на мировом рынке. Наталья Мезина, Дмитрий Христолюбов, Даниил Корсаков, Елена Гериханова, Маргарита Сергачева, Борис Дворкин, Москва, 24. Цены на бензин в европейских странах приблизились к отметке 2 евро за литр. Решение Европы отказаться от импорта нефти из России имело бы разрушительные последствия. С таким предостережением выступили представители сельскохозяйственной и промышленной отраслей Таллинн. Работники сферы транспорта уже угрожают приостановить работу. Последние новости мы обсудили с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым. До каких значений могут дорасти цены на бензин в Европе? Здесь все будет зависеть от того, примут ли они какие-то решения по поводу ограничений закупок российских углеводородов, российской нефтеники, продуктов или нет. То есть поставят ли они примеру Соединенных Штатов? США, в общем-то, гораздо проще это решение далось, потому что они гораздо меньше закупают и, соответственно, зависят от российских углеводородов. Газ, например, они вообще не покупают, уголь тоже. Вот нефтенки продукты. И то последние месяцы они существенно сократили закупки российских нефтенки продуктов. Европе же, конечно, сложнее. То есть мы являемся крупнейшим поставщиком и нефти, и газа, и угля на европейский рынок. И европейцы понимают, что даже без какого-то одного энергоресурса из России они фактически не проживут, как-то безболезненно не обойдутся, изменить их нечем. И в то же время они понимают, что если хотя бы один из видов энергоресурсов даже частично подвести под санкции, то в ответ Россия может и полностью его заблокировать поставки ответными ограничениями, и другие энергоресурсы тоже запретить поставлять. Поэтому в этом плане в любом случае, если вы только начнете как бы этот санкционный обмен ударами в энергетике, то в итоге очень быстро прекратится вообще любая торговля, и тогда будет экономический коллапс, энергетический кризис глобального масштаба. Поэтому европейцы, понимая это, не идут на подобные риски, и никаких пока ограничений в торговле и газом, и нефтью, и углем между нашими сторонами нет. Ну вы уже частично коснулись этого аспекта, но тем не менее, после запрета США на поставки российских энергоносителей несколько стран Европы заявили, что ни за что не поддержат такое же решение, если оно встанет на повестке ЕС. Как вы считаете, это вообще реально отказаться от нашего газа и нефти? Ну тут если мы говорим про годы-годы вперед, то да, возможно, может быть, они сократят закупки российского газа. И они раньше говорили о том, что к 2050 году они откажутся вообще от ископаемых источников энергии. И тогда-то это тоже признавалось довольно амбициозной целью, то есть нам было вкладывать огромные действия в развитие, разобновляем энергетики, энергосбережения и так далее. А сейчас вот более-менее какие-то адекватные цифры, это когда к 2030-му сократят закупки. О полном отказе, конечно, пока речи не идет. Это было бы действительно экономической такой катастрофой для европейского рынка, потому что пока заменить, в общем-то, Россию нечем. Ни по газу, ни по углю, ни по нефти. Поэтому в этом плане, даже если они говорят об энергопереходе, например, вместо бензина и дизеля, вместо автомобилей с двигателя натуры сгорания, перешли бы на электромобили. Но Россия еще и крупнейший, крупный производитель всевозможных металлов и элементов для возобновляемой энергетики, для тех же самых электромобилей. Поэтому и в этом плане просто поменяется зависимость. Не от нефти будет зависеть, а, соответственно, от других элементов, которые используются для электромобилей и возобновляемой энергетики. Поэтому в этом плане, скорее, наше сотрудничество в нормальной ситуации на годы, годы или даже десятилетия вперед. А как вы думаете, когда Европа полностью ощутит уроны и потери от введенных против России санкций? Ну, тут, по всей видимости, настолько как бы санкционная борьба зашла, что она может вылиться и в глобальную рецессию. То есть европейские экономики уже страдают от этого. Вот мы видим, что действительно рекордные цены на топливо. Отсюда стоимость топлива закладывается фактически в стоимость любых товаров. Их себестоимость возрастает, экономическая активность спадает. Металлургические предприятия страдают из-за того, что цены высоки на газ, электроэнергию, отопление и так далее. Поэтому Европа, в принципе, по итогам этого года может скатиться к рецессии. Они пытались этого избежать из-за коронавируса. Но вот теперь новая проблема, вот эта санкционная борьба с Россией, она бьет, естественно, и в том числе по европейской экономике. Поэтому, да, все эти решения обходятся очень болезненно для самих европейцев. Каких-то безболезненных санкций уже не осталось. То есть против котов там они вводили санкции. Это еще куда не шло для них это безболезненно. Но они понимают, что это скорее пиар-эффект имеет. А действительно какие-то более-менее значимые шаги, они обоюдно острые. Европейцы тоже это должны понимать, что они наносят ущерб в том числе и собственной экономике. А как вы думаете, могут ли энергетические вопросы стать яблоком раздора между Европой и США? Ну мы видим, что уже у них не получилось выстраивать некий единый фронт санкционной борьбы с Россией. Изначально они так и пытались сделать это. Согласовывать между собой санкционные пакеты, там целыми такими волнами их принимать синхронно. Но мы видим, что чем дальше, тем сложнее это делать. Американцы те же самые могут отказаться от российской нефти, антипродуктов европейцы уже нет. Американцы там могут против каких-то компаний вводить санкции, европейцы нет. Поэтому тут рассинхронизация очевидна. Даже в авиастроении Боинг может поставлять самолеты в Россию, а Аэрбас нет. И в этом плане, да, претензии взаимные даже могут возникать друг к другу. Вот опять же те же самые самолеты. Получается, что Аэрбас уступает рынок Боингу. По крайней мере, те официально запрет не вводили поставлять в Россию самолеты. Поэтому здесь и вполне возможно до торговых каких-то конфликтов дойдет. Видеоигровая дочерняя компания Sony приостанавливает поставки в Россию и работу PlayStation Store, сообщил телеканал CNBC. Медиахолдинг Warner Media, в который входят HBO, CNN и Warner Brothers, приостанавливает вещания о лицензировании, выпуск фильмов и игр России, сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на заявления генерального директора. Также телекомпания Discovery приостановит вещания кабельных каналов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международное агентство Reuters. В сетку Discovery входят Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1, Eurosport 2 и еще несколько каналов.